Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник Игорь Масичук. Игорь Владимирович, здравствуйте, как всегда, рад вас видеть. Здравствуйте, Вадим, здравствуйте, дорогие зрители. Игорь Владимирович, в ночь на среду 4 сентября Россия снова массировано атаковала Украину шахедами, крылатыми, баллистическими, ракетами. Взрывы раздались во многих украинских городах. Досталось Львову, есть погибшие, есть раненые, есть погибшие дети. Киев, Суммы, Кривой Рог, Львов, Полтава. Относительно той трагедии, которая произошла в Полтаве, New York Times пишет о том, что прилет по военному институту стал деморализующим ударом для Украины, поскольку ее войска отступают от непрекращающихся российских наступлений вдоль главного фронта войны на Донбассе. Волонтеры, которые принимали участие в спасательной операции, об этом пишет New York Times, говорят, что видели много ужасных сцен, но опустошение после этих ударов было шокирующим. Вы, в свою очередь, говорите о том, что в Полтавском военном институте связи погибли размещенные контрактники, мобилизованные. Над Полтавой накануне ударов летал разведрон, однако дополнительных мер безопасности никто не принял. Прилеты были по плацу, где было построение по столовой, где находилась часть военнослужащих. При этом курсанты института не пострадали, заявили вы. Хотелось бы разобраться в произошедшем, что действительно произошло, было построение, не было построение. Кто виноват и можно ли было избежать этой трагедии? Значит, давайте начнем с самого начала, и я хочу сразу сказать зрителям нашим дорогим, я буду говорить только факты, и я буду говорить вещи, которые можно говорить. Я владею информацией полностью, на 100% всем, что произошло там, но есть вещи, которых, как говорится, в эфирах не говорят. Значит, действительно, среди погибших нет курсантов военного института связи. Среди погибших есть мобилизированные, есть срочники. Какой-то долбограй или предатель решил там, в этом институте, который известен всему бывшему Советскому Союзу, которому там больше 50 лет, решил разместить учебку. Значит, это раз. Второе. 22 августа представитель военной администрации Полтавской области обратился к жителям области через интернет и призвал вступать добровольно в роту беспилотников, которую формируют, и которая будет бить врага, как он и сказал, на дальние и ближние расстояния. И подчеркнул, что требуются специалисты связи, электросвязи, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я вчера опубликовал скриншот этого дебильного или предательского, это уже следствие, пускай выясняет, сообщение в Фейсбуке военной администрации Полтавской. Дальше. Начальник училища отсутствовал в момент прилета. Тоже такой парень интересный, баллотировался от партии регионов парламент, потом баллотировался от блока Петра Порошенко. Я такой хамелеонщик и любитель, будем говорить, занимать должности, пополучать медальки. Кому интересно, зайдите ко мне в Фейсбук, в Телеграм, вы увидите там этого гражданина, на нем иконостас медалей больше, чем у любого боевого офицера. Это, ну, просто... Я видел, немного на Брежнева смахивает. Да, и Игорь Митюк, его имя, фамилия. Страна, как говорится, должна знать своих героев тоже, а не только героев. Значит, что, собственно, происходило? Происходил обычный процесс, который там происходил постоянно. Часть находилась бойцов на обучении, часть выстраивалась, шла на завтрак. Завтракали, и таким образом проходила ротация. То есть, всеобщего построения не было. Всеобщего, понимаете, да? То есть, был процесс построения определенной части людей для завтрака. Ну, какого-то из подразделений учебного. Над Латом действительно висел дрон. Вообще, над Полтавой очень часто летают дроны разведывательные, орваны. После чего прилетают либо боевые, либо ракеты. Ну, в пабликах достаточно часто об этом пишут, что часами висят баражеры. Да. То есть, они все видели. Они видели процесс. Явно кто-то еще и подсказал. Там, правда, и сильно подсказывать не надо было. Плюс эти долбограи из областной администрации. И прилет двух баллистических ракет. Мирные граждане в основном не пострадали. Пострадало соседнее здание больницы. Оно по соседству находится. И серьезно разбит учебный центр. Множество раненых. Множество погибших. По информации, которую буквально сейчас уже во время эфира я получаю. Там погибших значительно больше, чем указывает президент. Указывают в официальных данных. Утверждают, что погибло более 50 человек. Погибло близко 90-100 человек. Это данные из морга в Полтаву. Я хочу всем, кто прибежит, потому что там на меня уже натравлют старые сутки за то, что я правду говорю всех, кого не попадя. Я хочу всем и зрителям сказать, и этим прибегунам. Я родом с Полтавщины. Я жил в Полтаве. Я курировал Полтавскую областную организацию радикальной партии. Фракцию в областном совете. Я знаю главу облсовета. Знаю многих депутатов. Ну, вообще, это моя родина, малая. Поэтому я говорю и владею вещами, которые я знаю точно. И со мной связались медики, которые работают в морге, медики, которые работают в больнице. Я еще раз говорю, я владею полной информацией, но я понимаю, что часть ее разглашать нельзя. Игорь Владимирович, а позвольте поинтересоваться, а какое количество людей находились на территории этого института? Если брать учебку, институт, персонал обслуживающий и преподавателей, инструкторов и тому подобное, то это было приблизительно свыше тысячи человек. У вас есть информация, какими типами ракет? Баллистика. Баллистика. Искандеры-2 вошли в училище. Удар был таким, что задели корпуса очень серьезно и плац. И столовую. То есть они били, четко понимая, где находится личный состав. Удар баллистики, вот врут, говорят, мобилизованные и инструктора забили там хер на тревогу. Они врут. Отбой тревоги прозвучал за несколько минут до прилета. И слава богу, что курсанты не успели подняться с бомбоубежища на улицу. Потому что, как правило, выйдет бомбоубежище, начинаются перекуры, пять минут перед этим. Ну, это бы было в несколько крат на раз. Я не понимаю, зачем, сколько ложек вокруг этой трагедии. Для меня это непонятно. Зачем власть говорит полуправду? Зачем областная военная администрация не договаривает? И тому подобное. Я считаю, что еще вчера должны были быть не проверки, как президент там сказал, или Главком, да? А должны быть аресты. По причине того, что эти люди все известны. Те, кто нарушил инструкцию. Еще Главком заужны. После одного из первых прилетов, по-моему, в Яблерове, издал приказ, в котором четко расписал запрет на проведение вот таких вот вещей, которые мы видели в Полтаве. И у меня такое впечатление, когда говорят, построения не было. Они, с одной стороны, говорят правду, ну, потому что всеобщего построения не было. Но, с другой стороны, на плацу строились люди, часть хотя бы людей достроила, нарушение инструкции. Они, понимая, что руководителю центра придется нести ответственность, они, понимая это, просто врут и обвиняют всех, кого ни попадя в том, что распространяют кремлевские нарративы. А на самом деле, для того, чтобы не было деморализации... Почему происходит деморализация, о которой пишут западные, ну, пресса? Потому что воин, солдат вчера, первое, не увидел арестов руководителей, которые посмели, негодяи, это все допустить. Потому что, да, главный виноватец, это Российская Федерация, агрессия, ракеты, все понятно. Но, есть же люди ответственные, среди нашего военного руководства, среди той же администрации, которая языками, ну, ляпала. Никаких арестов, никаких задержаний, никаких даже увольнений. Бла-бла-бла, проведем расследование, все остальные агенты Кремля. Так, по поводу построений, Игорь Владимирович, ну, да, действительно, я хорошо помню эти разговоры, дискуссии военные об этом говорили, эксперты, политики, что, уважаемые, с этими построениями пора заканчивать. Так, ну, еще главком залужный, я вот только не помню, после какой трагедии, то ли в Яборово, то ли в Дисне, потому что, ну, и там, и там это было, выдал приказ. И вчера было просто, Вадим, невыполнение приказа. Вот и все. Не просто, а было невыполнение приказа. Понимаете? Но вот эту вот коррупцию, которая развивается в учебных центрах, а они вот эти вот руководители, они просто жируют. Они списывают бабки, воруют. Никто на это не обращает внимания. Ну, вот, например, есть такая воинская часть, А-14-65, центр обеспечения учебного процесса военной академии города Одессы. И командует этой частью полковник Михаил Магацца. Так вот, чтобы вы понимали, там есть полигон. На полигоне техника, все. В день списывают от 3 до 6 тонн солярки. Просто заезжают бензовозы, забирают солярку, об этом солдаты, есть свидетельства, мне переданы, я в прокуратуру написал обращение уже. Реальные вещи. Реально рассказывают солдаты, которые слушают. Младший офицер по 3 до 6 тонн каждый день воруют. Бабки. Его величество Гешефт. А на выходных вообще резвятся ребятишки. В полковничьих папахах там. Вот это дело. И Сафари на фазанов. А солдаты и офицеры младшие это все видят. Вот это деморализирует не меньше, чем удары. Вот коррупция. Вот такие вот вещи, как магация вытворяют. Да они мало чем отличаются одни от других, эти руководители центров. Игорь Владимирович, по мотивам вот этих массированных, чуть ли уже не каждодневных обстрелов России, территории Украины, Михаил Подоляк говорит, что у России достаточно ракет, которые могут попадать где угодно на территорию Украины. Она меняет ракетную тактику и будет повышать градус эскалации. Они перестали вообще прятать, что они делают. Они бьют по центру города, по учебному заведению, по лечебному. Это мы видели в Полтаве, во Львове, а в начале сегодняшней ночи и также видели в Сумах, сказал Михаил Подоляк. Цель – шоковое состояние у населения. Скажите, пожалуйста, это основная цель, которую преследует Россия, или есть еще цели и задачи, которые преследуются Кремлем, когда мы говорим об этих ударах. Смотрите, комбинированно. Комбинированно. Если вчерашний удар по Полтаве – это последствия предательства либо долбограйства нашего военного руководства в области, в центре и так далее, то удар по Львову сегодняшней ночью мне объяснить очень тяжело было. Там нету военного объекта. Там выгорели целые кварталы старого города. Да, хостелы, отели, частный сектор. Это район вокзала, где всегда масса людей. Это еще, слава Богу, что не такое большое количество жертв. Автомобилей погорели сотни. Ну, автомобилей сгорело и так далее. И у меня такое впечатление, что вот этот вот удар по Львову, именно по старой части Львова, это элемент запугивания, элемент давления на людей. Я вижу комбинированно. Они, естественно, ищут цели. Цели, которые нанесут урон военным, цели, которые нанесут урон нашей инфраструктуре, гражданской, энергетической, экономической и так далее. Но в то же время мы знаем, что особенно вблизи фронта или в крупных городах время от времени прилеты не имеют никакого, ну, логического объяснения. Смотрите, удар по Львову сегодняшний, с муссой часть львовян, особенно женщин с детьми, покинуть город. Кто-то поедет в Карпаты к родственникам, а кто-то поедет за границу. У кого есть такие возможности, да. Чего добиваются, собственно, в той же Российской Федерации. Потом будет разыгрываться карта. Я уже ее видел, слышал. Да и вы видели, слышали. Да, вода с Львова выехала. А там же все спокойно. Понимаю? Это ж у нас тут бомбят. И происходит стравливание региона на регион, людей на людей и тому подобное. Это тоже определенная тактика. Притом, я уверен, что ФСБ работает как с, естественно, пророссийскими людьми, которые на связи с ними. Но я также уверен, что среди так называемых гиперпатриотов тоже вполне есть агентура ФСБ, потому что они делают движение для стравливания народа, стравливания нации между собой. Для того, чтобы собачились, а в Кремле ручки потирали. Но Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины, говорит о том, что за все будет ответ. Враг на себе этот ответ прочувствует. Ну, смотрите, Вадим, мы стали свидетелями ракетных дуэлей. Потому что это та игра, в которую можно играть вдвоем. Да, обменом става, ударов, беспилотниками, ракетами и все. Это та игра, в которую можно играть вдвоем. Но градус этой игры с каждым днем растет, поднимается. Если бы, условно говоря, Украина могла наносить более сильный урон, возможно, это бы сработало и в России. Но пока я вижу, и та же западная пресса пишет, это работает по Украине, по психологическому состоянию. украинцам. И это несет очень большую опасность. Как это остановить? Ну, знаете, у меня нету рецепта прямого. Я не хочу быть господином Арестовичем, у которого есть рецепты на все случаи жизни. Я не знаю, как сейчас остановить. Я думаю, что единственный момент это усиление ПВО. И это жесточайшая дисциплина по исполнению инструкций безопасности. И это, и это, Вадим, жесточайшая ответственность за такие вещи, как произошли в Полтаве. А теперь расскажу вам Минсайт, так сказать. Не прошло и дня. Полтавская областная администрация, можете зайти, кто хочет ко мне на телеграм-канал, я опубликовал документ, сегодня мне передали, обращается в учебное заведение области. Как вы думаете, требует, наверное, не проводить массовых мероприятий. Ну, я тоже так подумал. Но? Но они просят сообщать о проведении таких мероприятий. Зачем и с какой целью? Вот вопрос. А бы что? Ну, я понимаю по логике последовательной трагедии. Ну, по логике нужно вообще массовые мероприятия. Сегодня утром должно выйти сообщение, приказ о отмене всех культурных, военных, ну, всех, которые подчиняются областной администрации военной, всех мероприятий массовых. Но нет видим, что надо сообщать. Кому? Для чего? Что? Может, еще кто-то выступит, пропиарится? Не знаю. Ну, и последний вопрос. Дорогие руководители Полтавской областной военной администрации и предыдущие, и нынешние, вы мне, дураку, объясните, почему нельзя проводить на открытом воздухе сорочинскую ярмарку, и вы ее не проводите, какой год подряд, а собирать людей по школам, актовым залам, массово военных свозить, ну, то, что к вчерашней триггете, почему это можно? Я понимаю, что ярмарку вы закрыли, потому что это один из элементов украинской идентичности на Полтавщике, которую вы стираете во всех направлениях, зеленые я имею ввиду, но, друзья, не бывает же такого, то мы отменяем под поводом угроз воздушных, да, а тут мы сами вот это вот делаем, это как-то, ну, вообще по-разному, знаете, ну, то есть я не воспринимаю этого. Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, существует какой-то предел, если хотите, потолок вот этой эскалации или мы входим в какой-то очередной новый этап российско-украинской войны? Смотрите, мы стоим на пороге нового этапа российско-украинской войны. И каким он будет зависит от скоординированности действий нашего военно-политического руководства, от правильности приоритетов, которые это руководство выбирает. А пока что мы слышим то, что нам говорят. Мы будем удерживать Курскую область сколько надо бесконечное количество времени, пока Путин не сядет за переговоры. А у меня вопрос. А какой ценой? Я, например, скажу так, я не имею права, не хочу говорить цифры точные, но свыше сотни раненых с Курской области доставлено в Полтавский госпиталь за день до вчерашней трагедии. И я думаю, это не единственный госпиталь, куда доставляют в стране раненых на Курщин. Игорь Владимирович, по поводу вот этого самого высказывания президента Зеленского, да, в интервью кажется NBC News, он сказал, что Украина будет удерживать эту территорию, поскольку она является неотъемлемой частью победного плана по прекращению войны. За окном уже сентябрь. Ранее президент говорил о том, что план победы будет положен на стол уходящему президенту Байдену и двум кандидатам Трампу и Харрис именно в этом месяце. А каким будет содержание этого плана? Я понимаю, что это возможно какая-то военная крупная геополитическая тайна, но тем не менее украинская оно же должно знать этот план победы или хотя бы его элементы какие-то... Вадим, исходя из этого интервью делаем вывод, что план держать бесконечно курс кубов. Я сказал про людскую цену, которую мы уже платим за это, но я не сказал о военной цене, о стратегической цене. Если пойдет по Кропск, а Роман Костенко говорит, трагедии не будет, я очень хорошо отношусь к этому народному депутату, думаю, его попросили озвучить эти слова, это не его слова, он все-таки военный, он боец, я думаю, это не его слова, о том, что трагедии в падении Покровска не будет, лишь бы не было дальше трагедии. А что, сука, дальше? А дальше Днепр? Дальше Полоград, Кривой Рог, Запорожье? Что дальше? Там поле до Днепра чистое, дикое, и до Полограда. Я там ездил тысячу раз, там собака не валялась, окопа нету, даже маленького. Что дальше? То есть, там мы будем удерживать какой ценой? Ценой, что тут будут забирать наши земли? А Путин не сядет. Так и Путин на этой неделе сказал, пока они находятся на территории Российской Федерации, пока вооруженные силы Украины в Курской области о переговорах и речи идти не может. Ну, это, во-первых, это очевидно, потому что в этой ситуации сесть за стол переговоров с Украиной для Путина не просто в ногу там выстрелить или куда-то. бам. Это как-то наивно рассчитывая, что... Политическое самоубийство. Зная Путина, ну он же не пойдет на политическое самоубийство. Ну, это я, то есть, это его надо заставить. Но для того, чтобы его заставить, надо наступать в других местах. А мы видим в других местах абсолютный провал. Притом, несоизмеримость, понимаете, несоизмеримость стопа упустых сел, суд же, которое меньше поселка Глеваха в два раза. И этот самый, и промышленный Донбасс, где десятки тысяч в городах людей жило, где полезные ископаемые необходимые стране. Ну, не пляшет цена вопроса. А плюс, конечно, внутренняя ситуация. Ну, вы же посмотрите, страна устала от этих всех мародеров, от этих всех негодяев, которые... План какой? Пришел на госдолжность, поработал, даже не отчитался, уволили бабки, которые украл, напилил в сумку и поехал. Испания, Вена, Италия, Рим, там, еще что-то. Ничего же не меняется, а люди все видят. Вот это демотивирует. Почему об этом не пишут западные партнеры? Почему не берут за хобот людей, чиновников или бизнесменов, которые ограбили страну и убежали? Ну, есть же десятки людей, которые находятся за границей, уже с этой власти, которая, то есть предыдущей, которые украли миллионы, долларов, евро, сидят на них, жируют на них, скупают имущество за границей, и партнеры, которые говорят, мы вам поможем, они их не трогают. Люди работали с этой властью, платили крыши, потом поссорились, например, тот же Слобоженко, известный арбитраж трафик, не уплатил 200 миллионов налогов, свалил, катается по Польше, Феррари, Ламборгини, Роуз-Ройсы, девочки, поляки это видят, плюются, рыгают, говорят, а за что мы деньги тогда помогаем, еще что-то? А шикарные автомобили с украинскими номерами. Так я же бэггами говорю, вот смотрите, вот он, он убегал со страны. Два блогера, убежавших со страны, какая разница, Волошин, который ушел чуть ли не с мешочком, непонятно как, заплеченным, и Слобоженко, который выехал со всем автопарком, Феррари, Ламборгини, другие спорткары, там 5 или 6 дорогущих спорткаров, там на 5-7 миллионов евро, на украинских номерах, их свободно выпустили все конвоем за границу, вывез своих там сотрудников со своего офиса, сидит, лобает это все, прожигает, с девочками катается. То есть, получается, если ты против зеленой власти что-то сказал, как Волошин, то тебя, тебе убегать надо. А если ты просто там где-то не сошелся в финансовых вопросах, как Слобоженко, платил-платил, потом поссорился, то тебе дадут за бабки и машины вывезти, персонал и всех на свете. Ну, за границей люди это видят. Мне интересно, почему партнеры не видят и за ухо таких товарищей не берут. В первую очередь, чиновников, которые наворовали и убежали. Во-вторых, вот таких, вот смотрите, в Европе неуплата налогов, как и в Штатах, приравнена чуть ли не к убийству. Считается одними из самых больших преступлений. Выходят своих, они преследуют, нельзя не платить налоги, а украинцы, которые не платили, приезжают к ним и тратят бабки. Какие-то двойные стандарты. Игорь Владимирович, по поводу наших партнеров, наших союзников. Представитель Пентагона, Патрик Райдер, на брифинге говорит, что Соединенные Штаты Америки не станут разрешать Украине дальнобойные удары по российской территории, даже после прилета в Полтаве. Касательно нашей политики относительно ударов на дальние расстояния, я не имею пока никаких объявлений, говорит мистер Райдер. Нет никаких объявлений о каких-либо изменениях в нашей политике. Скажите, пожалуйста, мы же знаем, что наша украинская делегация летала в Вашингтон, Ермак, Свериденко, Умеров. Умеров министр обороны Украины говорил о том, что список передали цели и прошение о том, что нужна вот эта опция наносить дальнобойные удары по глубинкам российской территории. А что в итоге? Вадим, смотрите, это была не главная цель визита. Это была второрядная цель визита, и я обсужу это потом, что именно чисто военных, вы же мирового военным не считаете, это такое что-то, недоразумение аутист, министр аутист, это самое, военных, там было пару людей, то те, которые не за боевые, ну будем говорить вещи, да, ну отвечают, в делегации. Я думаю, целью делегации было то, что мы сейчас видим в парламенте министропад, чистки в правительстве, да, ротации, я не называю это чистками, чистки, это когда вычищают и сажают, и заходят люди, которые должны что-то изменить. А у нас это выглядит, как в том анекдоте о кроватях, борделе и блядях. Понимаете? То есть они вместо того, чтобы персонал борделя менять, они кровати двигают. Они от корыта одних уже отгодованных убирают, а молоднячок такой еще зарок не нагулявший к бюджетному корыту допусканий. Сейчас этих, которые отгодованы, выпустят за границу, мне интересно, сколько из тех, кого уволят парламент, пойдут вооруженные силы, возьмут оружие и пойдут защищать страну. Или в какую страну поедет Кулеба работать послом, например? Да, сколько останется в Украине? Куда поедет Кулеба и Малюйска? Малюйска, говорят, в Армению поедет послом. Его с такими овациями встречали в Верховной Раде? Да, его встречали с овациями в Верховном Совете. Вроде бы не было рейдерства, вроде бы не было попирания Конституции, вроде бы не было пыток в тюрмах, понимаете? И это не снималось на видео. Вот его встречали как выдающегося государственного деятеля. Но при этом государственном деятеле, который отвечал за юстицию, вытерли не только ноги, а я думаю и дубу свою зеленую в нашу Конституцию, пытали заключенных, видео гуляло по всем интернете, рейдерство стало не исключением, оправил и ему аплодирует чуть ли не стоя вот этот моносброд зеленый. Потому что он дал им возможность откусить свой кусок бюджетного пирога. Это серьезнейшая вещь. Я более то, я сегодня утром хочу поделиться со зрителями, с вами, Вадим, я сегодня утром занимался написанием заявлений в Государственное бюро расследований и в Национальную полицию касательно руководительницы армы Елены Думы. Ну, во-первых, история с яхтой Медведчука, которая была арестована и где Дума сделала все, эта яхта не была в пользу государства реализована и Хорватия, где она была арестована, сняла арест, собственно. Я хочу, чтобы следователь выяснил, это сознательно было сделано или это просто халатность. Ну, и за то, и за другое предусмотрено в разной степени разной уголовной ответственности. Потом, представляете себе, работники армы пользуются номерами для прикрытия, оперативными номерами. Этот случай был зафиксирован журналистами возле Гулливера. Более того, ее назначили незаконно, потому что один из членов конкурсной комиссии отозвал свой голос. Есть множество активов, которые были переданы в арму, которые не работают, либо за откат работают на своих тех, ну, бывших хозяев. То есть арма это супер корыто, супер кормушка. А Елена Госдума, я так ее называю, потому что действует она в интересах больше страны агрессора, чем Украины. Вот Елена Госдума, она способствует этому всему. Она стоит на страже. Кого допустить к этой кормушке, к этому корыту, а кого не допускать? И нету разницы. Есть в этом национальный интерес, нету в этом национального интереса. Поэтому я, конечно, понимаю, что у нас система госвласти такая, что вряд ли мне удастся с первого захода с этой мадам разобраться. Но вода точит камень. Пример Одесского военкома Борисова, когда меня никто не слышал полгода, но мы продолжали работали, работали. Вот. Он вдохновляет. Более того, пользуя случаем, я хочу обратиться к зрителям канала Политека, ко всем, кто нас смотрит сейчас. есть множество обращений военных по поводу мародерства в вооруженных силах Украины. Я публично обращаюсь ко всем военнослужащим. Вы можете зайти на мой канал Игорь Алексей Ищук, там есть адрес мой, там канал можно по такому носорожку определить, там нарисован. Не только зайти, но и подписаться на Телеграм-канале. ну, зайти, там есть адрес мой, в Телеграм-канале. И я прошу перерисовать все случаи мародерства, все известные случаи, как с бензином, вот, в соляркой в Одесской области, в учебном центре академии, как в Полтаве, когда эти придурки вот это все делают. Пишите, обращайте внимание, мы будем реагировать, будем обращаться в Госбюро расследований, в Бюро экономической безопасности, в Сужбу безопасности Украины, и будем с этого болота зеленого выдергивать хотя бы для начала точечно, а потом, я уверен, это и приобретет массовый характер этих всех мороженов. Игорь Владимирович, на этой неделе кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинская власть скрывает количество погибших в результате войны, эта война не должна была произойти, сказал он, но она случилась, и сейчас сложнее договориться, чем это было в начале, миллионы людей погибли, и это число будет только увеличиваться, говорит Трамп. Также он сказал, что в случае избрания его президентом, он гарантированно заключит соглашение о прекращении войны, у меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию, и у меня есть определенная идея, может быть не план, но идея по Китаю, но я не могу раскрыть вам эти планы, потому что если я раскрою вам эти планы, я не смогу их использовать, они станут безуспешными, ведь часть этого заключается в неожиданности, сказал кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки, по поводу потерь, которые украинская власть скрывает, вот то, о чем сказал Дональд Трамп, и по поводу плана, так он тонко намекнул на Пекин, что вы об этом думаете? Смотрите, я не знаю, какой план, если это план у Трампа, я этого не знаю и знать не могу, его не знают даже люди там с окружения, с команды, в том числе те, с которыми я общаюсь. Я знаю одно, что избрание Трампа, оно становится все более и более очевидным, даст Украине шанс на мир. Но этим шансом должны воспользоваться мы сами, украинцы. Если мы им не воспользуемся, то кровавый молох войны будет продолжать пожирать наших детей, близких, родственников и тому подобное. Это в наших руках. Трамп не придет и мир нам на блюдечке не принесет, если этого не будем хотеть мы сами. Это по поводу планов. Теперь по поводу потерь. 101 процент, что количество потерь как с украинской стороны, так и с российской стороны приуменьшивается. Хай россияне разбираются со своим руководством сами. Мы поговорим о нашем. Врут. Брешут. Как говорят у нас в Украине. Ссылаясь на туман войны, да. И это понимает каждый украинец, потому что видит кладбище, видит то количество могил, зная, сколько соседей погибло, сколько раненых. Мы теряем нации. Я общаюсь с многими воюющими своими друзьями, коллегами, среди которых много людей, которые считаются националистами, даже идеологами национализма, ну, современными. И они прямо говорят в общении со мной, мы должны остановить сейчас эту войну, потому что если мы ее не остановим, мы потеряем не только страну, мы потеряем еще и нацию. и каждый, кто действительно является патриотом нашей страны, должен это понимать, вне зависимости от идеологических убеждений. Сейчас убеждение должно быть одно, сохранить нацию, сохранить государство. Это показатель патриотизма. Все, кто этого не понимают, все, кто дальше разжигают пламя войны, внутреннего особенно противостояния, ищут врагов народа в Украине, агентов уха, ног Кремля или Вашингтона и тому подобное, все работают против Украины. Остановить войну, вернуть мир на украинскую землю, сделать Украину сильной, поднять экономику, естественно, тогда можно вести политические диалоги, разбираться в тех или других политических вопросах. Я бы вообще на ближайшие 25 лет ввел мораторий, запрет на принятие решений и на публичные дискуссии по вопросам, которые разъединяют страну, народ. Вопросы языка, вопросы вероисповедания, исторические вопросы. В конце концов, у нас есть множество законов, которые просто надо исполнять. И все. А надо, чтобы языком занимались филологи, религии, святые отцы, а историки истории. И тогда все будет супер. Но, к сожалению, у нас эксперты по всем вопросам, которые бьют себя в груды, кричат, что они патриоты, а сами распаливают противостояние и занимаются по факту диверсией в ТУ воюющей страны. Дорогие друзья, уважаемые зрители, Игорь Масичук был сегодня вместе с нами на Политеке. Игорь Владимирович, спасибо вам за этот достаточно сложный, но важный, я считаю, разговор. Спасибо вам за него. Благодарность нашим зрителям, слушателям, подписчикам. Оставайтесь вместе с нами. Не подписаны на Политеку, пожалуйста, подпишитесь. На телеграм-канал Игоря Масичука также призываю вас подписаться. И самое главное, берегите себя, и всем всего доброго. До свидания. Спасибо вам, Вадим, спасибо нашим зрителям. Мира добра всем, будем жить.